Всем привет, друзья! Сегодня у нас распаковочка нескольких интересных товаров до 5.80 долларов. Как всегда с конкурсом. Поехали! А начинаем мы сразу же вот с такого вот жестяка. Итак, друзья, это органайзер. Он был на Алиэкспресс в двух размерах. Я выбрал чуть побольше и первым делом начал осматривать его придирчиво, чтобы выявить какие-то изъяны. Но не нашел. Даже ниточки не торчало. Обо всем давайте по порядку. Открываем. Он из двух больших отделов состоит. Он большой, поэтому не очень удобно показывать, но все же. Итак, начинаем здесь. Первый отдел на липучках. Это для планшета. Прежде всего, стеночки у него такие уплотнены. Сюда я уже положил знакомый нам паучок. И вот планшет 7-дюймовый в потертом старом чехле. Замечательно заходит. Сразу же положим его сюда. Следующие отделы у нас. Это сеточка. Здесь microUSB адаптер уже положил. И вот такая штукенция очень старая для карт, купюр. Тоже пригодится. Так. Здесь больше на что есть посмотреть, в общем-то. Смотрите. За каламбур извиняюсь. Вот для карт microSD. Хотя здесь предусмотрен свой кармашек, который я, в принципе, пока не использую. Может быть, со временем и передумаю. Он также под сеткой, также он закрывается. Здесь для шнурков три отдела на резиночках. Я положил сюда и miniUSB, и microUSB. Следующие три отдела также для шнурков. Они еще и с сеточкой. И последний завершающий отдел также похож на вот этот. Сюда я уже приспособил адаптер. И чехольчик. Органайзер в органайзере. Вот так вот. Здесь у меня мелочи. Две USB-карты, которыми я иногда пользуюсь при записи видосов. Что это? Bluetooth. Тут флешка, в общем-то. Переходничок еще. В общем, всякие мелочи. Уложим его назад. Закрываем. Все очень четенько и добротно сделано. Давайте закроем теперь полностью и посмотрим. К молнии нет никаких претензий. Вот как он выглядит. Немного раздулся. Но вполне себе, вполне себе четенько. Внешне, снаружи точнее, ткань такая плотная. Насколько она водонепроницаемая. Но думаю, если несколько капель попадет, то ничего страшного. Молнии мне очень нравятся и бегунки. К ним вообще претензий нет. И есть еще вот такая ручка на карабине. Очень рекомендую, ребят, к покупке. Поменьше стоит что-то в районе 7 долларов. Побольше 8,5. Вот так вот. Это тот, который побольше размер. Двигаемся дальше. А дальше у нас Bluetooth наушники спортивные. Вот как выглядят. Значит, смотрите. Хотел что-то для пробежек, в общем-то, которое было бы не сильно жалко. Их, в общем-то, поюзать. Здесь пластик. Здесь резиновая вставка. Вот эта красная. Так. По кнопкам пройдемся. Кнопки включения, отключения, пауза, либо воспроизведение. Здесь перемотка, либо следующий предыдущий трек. И, соответственно, громкость. Этот индикатор при включенном состоянии мигает синим. При зарядке горит красным. Еще в комплекте была инструкция на английском языке. Какой-то купон непонятный. И зарядка. Зарядка, кстати, с этой стороны mini USB. Ну что ж, поюзал их. Первый уже раз разрядил. И хватило мне около 4 часов, чтобы их разрядить. Не знаю, правда, был ли полностью заряжен аккумулятор. После чего пришлось заряжать 2 часа. Через mini USB. USB через компьютер просто заряжал. Первое впечатление, друзья. Сидят они достаточно удобно. Что необычно. Я не рассчитывал, что будет так. Сомневался в этом. Но удобно сидят. Причем носятся вот в таком положении. Хотя некоторые носят в таком. Я также пробовал. Но неудобно. Вот что. Неудобно пользоваться этими кнопками. Хотя, в принципе, имеет место быть и вот такое вот ношение. Таким способом. Они достаточно громкие. По звуку скажу, не хватает мне басов. Но за такую цену около 5 баксов, в принципе, чего от них ожидать. Играет что-то и хорошо. Бегал, прыгал в них. Они не слетают. Достаточно сидят плотно. Единственное, что может вот эта штука вот так вот. В таком положении вот телепаться. Единственное, мне не понравилось. Вот это для меня большой минус. То, что говорит девушка здесь очень громко. Говорит она, когда подсоединяется по Bluetooth. Когда низкий заряд батареи. В общем-то, когда включение, отключение. Вот она все это комментирует. И очень громко это делает. Хотелось бы попросить делать это немножко тише. А так наушники соответствуют своей цене. И в принципе, я могу их рекомендовать. За 5 долларов мне они понравились. Идем дальше. А дальше у нас муляж камеры. Вот как он выглядит. То есть, чтобы обмануть посетителей. Создать впечатление, что у вас ведется видеосъемка такая. То есть, чтобы отпало желание к чему-нибудь руки приложить. Вот как разбирается. Снимем этот колпачок. И здесь все вообще просто. Питание 3 вольта. Две пальчиковые батареи типа размер 2А. Идут на диод, который мигает. Конечно, за 3 доллара вы можете сказать, что дороговато для этой штуки. Но, наверное, здесь 3 доллара за саму идею. Сейчас соберем. Итак, вставили два аккумулятора с горем пополам. Они немножко толще, чем обычные 2А. Поэтому еле влезли сюда. Можно закрыть. И вот как это работает. Горит, мигает этот светодиод. Следом у нас вот такая вот насадка на кронштейн. Стоит до доллара. В общем-то, для смартфонов. Переходничок здесь накрутили. Здесь отогнули. Вставили смартфон. Либо для микрофонов. Вот на эту пимпочку в общем-то вешается. Смотрите, я пользуюсь такой же. В основном, кстати, для фиксирования микрофона. Это меня попросили еще купить. Стоит дешево до доллара. Поэтому дешево и сердито. В принципе, рекомендую штучку. И последний товар в нашей сегодняшней распаковке. Это микрофонная стойка NB35. Брал я ее за 8,5 долларов. Она металлическая. Сейчас стоит около 12. К сожалению, подорожала. Вот как выглядит. В комплекте идут, значит, держатель, крепление. Я уже пользовался. Здесь прорезинено. Единственное, что сюда еще нужен поролон. Здесь крепится, как вы понимаете, вот так. И идет вот такой переходник для микрофона, которым я не пользуюсь. Здесь, смотрите, раскладывается. Это под паук. Здесь все четко. Единственное, мне непонятно, зачем эти пружинки. В принципе, жесткость сохраняется и так. Без них они никакого не оказывают действия, влияния на жесткость. Но раз по технологии нужно, не стал их, в общем-то, снимать. Здесь еще фиксация. Итак, друзья, но все равно нахожу изъяны. Как же без них? Дело в том, что цепляю я паук. Паук – это вот эта вот штука. И сюда у меня вставляется микрофон. Сюда нужен переходник. Вот он, да? Вот в этой штуке был. И он пластиковый. Но скажите мне, почему нельзя сделать его металлическим? То есть, малейшее неаккуратное движение здесь. И, в принципе, можно выбрасывать эту штуку. Я понимаю, что ее можно купить металлическую отдельно. Но раз она уже в комплекте шла к стойке, то почему бы не сделать металлические, чтобы все было идеальным. Все четенько. Пусть бы увеличилась стоимость на доллар. Я не знаю, хотя, как эта штука может стоить доллар. Но вот всегда есть к чему придраться. А так, в принципе, стойка мне очень понравилась. Еще обращу внимание на упаковку. Для тех, кому это важно. Поскольку упаковка в ужасном состоянии. Ну, хорошо, что это не основополагающее в этом товаре. Ребят, если нужен отдельный обзор на стойку, я его сделаю. Пишите, кому интересно. В принципе, думаю, каждый разберется, как здесь устанавливать. Вес выдерживает паука, микрофона. Плюс поп-фильтр я ставлю. Очень прикольная штуковина. Рекомендую. Ну и, как всегда, конечно же, конкурс. Пару слов о нем. Все условия в описании. Там будет приз, вы найдете. Друзья, если видос понравился, ставим лайки. Подписываемся на канал. Ожидаем новых видосов. Солнечного настроения вам. Удачки. Покеда-покеда. Продолжение следует.